МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...соответствовать масштабу торжественной даты. 300 лет у нас бывает один раз. Очень серьезная для города дата. Поэтому пятница, суббота, частично воскресенье будет задействовано. Приняли решение, что и готовимся мы к таким ярким, запоминающимся моментам. Это будут звезды, это будут яркие выступления, это с большой долей вероятности будет фестиваль фейерверков. Вот это будут те моменты, еще раз повторюсь, которые запомнятся, наверное, англичанам всю жизнь. Уже не первый год ведется реализация плана подготовки к 300-летию Нижнего Тагила, утвержденного губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым. В нем учтены мероприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству города. Более 60 научно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий вошли в план городского управления культуры. Их начнут проводить с января. Предстоят предъюбилейные спортивные старты. Праздник пройдет не только в центре города, но и на специально устроенных площадках во всех районах. Мероприятие составят с учетом всех поступивших предложений и имеющихся возможностей. А сегодня в ночь будет перекрыто движение в центре Нижнего Тагила. Повод праздничный. Начало строительства новогоднего городка на Театральной площади. С 1 декабря по 30 января участок проспекта Строителей от дома номер 4 до улицы Пархоменко будет закрыт для транспорта. С самой улицы Пархоменко ограничение движения не коснется. Начнется подготовка площадки, завоз необходимого для праздничного оформления оборудования. Как только позволят погодные условия, подрядная организация приступит к заготовке льда и работе по возведению ледяных скульптур. Завершить строительство городка планируют до 25 декабря. 500 тысяч рублей из муниципального бюджета выделено на текущие ремонты квартальных кортов в 2021 году. Еще 350 тысяч на эти цели израсходованы благодаря исполнению наказов жителей депутатами городской думы. Такую информацию получила профильная думская комиссия, контролирующая состояние спортивных сооружений. На сегодняшний день почти все корты приведены в нормативное состояние. Я думаю, что буквально через неделю, через две уже все жители города будут иметь возможность посещать корты в своих районах. И эти корты как раз таки будут отвечать всем требованиям и радовать и молодежь, и взрослых. Всего на территории Нижнего Тагила более 30 кортов и катков. 21 находится в ведении городского управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики. Нынешним летом там, где это необходимо, выполнялась замена секций бортов и их покраска, восстановление поврежденного сетчатого ограждения. В частности, работа проведена на объектах во дворах домов на Дружинино-65, Зари-45, Пихтовой-12, Уральскому проспекту-78, Шмидта-22. Большинство кортов уже заливаются. Препятствует катанию только теплая погода. Тагильский поднос засветился в конкурсе National Geographic. Журнал путем народного голосования решил определить главные достопримечательности России. Проект стартовал 1 июля и завершился 31 октября. Из 36 участников в категории «Народные промыслы» претендент от нашего города стал вторым. Второе место для Нижнего Тагила значит очень многое в этом плане. Тагильская лаковая роспись, она великолепна, это наше достояние, но она очень часто бывает незамечена на уровне общероссийском. И сейчас для нас очень важно то, что наконец-то это большое внимание привлекло именно вот наша исконная тагильская лаковая роспись. Евгений Куевышев поручил Министерству инвестиций Свердловской области поддержать мастеров и помочь им с площадкой. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм. Напомним, традиционный для Нижнего Тагила художественный промысел существует с 1746 года. Энциклопедия о Нижнем Тагиле. Такая особая книга для малышей выпущена к предстоящему 300-летию нашего города. Ее презентовали в Центральной городской библиотеке. Как и во многих детских развивашках, здесь буквы алфавита и на каждую свой рассказ. Вот только вместо привычного арбуза на А будет администрация, на Б – Белая гора, на В – велосипед Артамонова. То есть достопримечательности или знаковые места нашего города. Это энциклопедия «Нижний Тагил от А до Я». Создать такую книгу для детей давно хотели в Центральной библиотеке. Это моя мечта. Это очень-очень давняя моя мечта. Когда я еще попутала учителем начальных классов, это было очень давно. Я всегда рассказывала о городе, и мне не хватало книг, которую я могла бы дать детям прочитать о городе. Были книги, но книги были взрослые. Альбомы красивые, но для взрослых. Вот и в преддверии юбилея Нижнего Тагила мечта воплотилась. Клуб любителей книги получил субсидию из местного бюджета. Больше 350 тысяч рублей. Это было весной. Тогда и начала работать группа авторов. И первое, что предстояло придумать – главного героя. Но какая детская книга без запоминающегося персонажа? Думали, что юных читателей будет водить по страницам книги ящерка или лисенок. Но позже решили, что должен быть персонаж, который вообще ничего не знает о городе, и вместе с читателем знакомится с ним. Таким героем стал инопланетянин, который знакомится с нашим городом после того, как попал в аварию в Нижнем Тагиле. Он первый инопланетянин, который оказался у нас на Земле. И он должен понять, стоит ли вступать в их цивилизацию, в контакт с нашей. Он знакомится с тагилом, тагильчанами. И на основании этого делает вывод, что этот визит его не последний. Дальше начали выбирать места для путешествия Искрика. Так зовут инопланетянина. Насобирали почти сотню достопримечательностей, но в книгу столько не вошло. Еще же нужны красочные иллюстрации. С этим помогли местные фотографы и художники. Вышло в итоге 50 статей. Хотелось просто вот в эти 200 страниц печатного текста вместить больше информации. Мне очень жалко было иногда сокращать текст или от каких-то локаций отказываться. Но мы тешимся надеждой, что в электронной версии она более расширенная, более полную информацию мы можем предоставить, но возможно и продолжение. Да, книга есть в электронном виде. Полистать ее можно на сайте библиотеки. Но и бумажная версия не простая, а интерактивная. У каждой статьи есть свой QR-код. Сканируешь и рассматриваешь достопримечательность в деталях. Тут будут и трехмерные изображения, и панорамы, и виды с высоты птичьего полета. Но, к сожалению, дома почитать книжку не получится. Весь тираж – это 300 экземпляров – раздадут по филиалам библиотек и в школьные хранилища. А электронная версия доступна всем. В 25-й раз в досуговом центре Урал открылась выставка «Тагильская мастерица». Своё творчество представили художники-профессионалы и любители декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Познакомился с ними Алексей Алексеев. 96 авторов представляют свои работы на традиционной открытой выставке декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел «Тагильская мастерица». Вместе с известными художниками в ней принимают участие и те, кто только набирается опыта. Воспитанники художественно-эстетической школы – слабослышащие дети среди них. Участвуем уже давно и с ребятами подготовили работы как раз к этой выставке, работали с ними долго. Ребята в данном случае сделали две работы, посвященные советским мультфильмам, которые выпилены из дерева, выжжены. «Тагильская мастерица» проводится уже в 25-й раз и стала заметным для города событием. Здесь можно увидеть произведения, выполненные в различной технике. Это художественная обработка металла, камня, дерева, беристы, кожи, роспись по металлу, дереву, ткани, плетение, вязание, вышивка, художественный текстиль, авторские куклы и многое другое. Выставка пользуется вниманием не только жителей Нижнего Тагила, но и других городов Свердловской области. Как правило, не только взрослые люди, но и дети с интересом приходят на выставку, смотрят для себя какие-то новые идеи, новые направления, связанные с рукотворным творчеством. Выставка работает в досуговом центре «Урал» до 16 декабря. Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся работы. Не менее пяти победителей конкурса зрительских симпатий будут поощрены памятными подарками. В лучших традициях с колкими шутками и битьем палками. На сцене Тагильского театра кукол новая премьера «Петр и Петрушка» поставил спектакль известный петрушечник в России Александр Савицкий. Участие в проекте для тагильских кукольников оказалось сложным, но интересным. А вот это подойдет? Подойдет, хорошо, можно назвать? Как звать? Лера. Лера. Да, знакомый Петр Валович. Лера. За ширмой случается наша с Петрушкой свадьба. А после, как водится, появляются с десяток маленьких петрушечек. Спасибо, Валерия. Когда пару веков назад этот исконный для Петрушечного театра сюжет начинали показывать, крестьянки хватали в охапку детей и уходили прочь. Негод же такое смотреть. Петрушка или Петр Уксусов – мейнстримный персонаж, краж крестьян, главный в театре «Кукол на Руси». Народ любил его и отождествлял с собой, потому что острый на язык с палкой наперевес Петрушка всегда и всех побеждал. Городовых, чертей, смерть. После революции 1917 года традиция Петрушечного театра была разрушена. Уксусов убрал оглоблю подальше и начал разговаривать вежливо. Но в новом спектакле Нижнетагильского театра «Кукол» главный персонаж, такой же, как и несколько веков назад. Режиссер, известный петрушечник и театральный педагог Александр Ставиский использовал в постановке и другие традиционные репризы, которые передавали из уст в уста. Покупка лошади, испытание ее, обучение военному делу, лечение Петрушки. Кстати, отсюда в этом жанре столько импровизации и интерактивов. За ширмой место квадратный метр, но там умещаются Александр Белоусов, Татьяна Швендах и еще с десяток кукол. Среди них и перчаточные варианты Демидовых и Петра Первого. В исконные сюжеты вживлена история о том, как Петрушка узнал, что он без царя в голове и пошел его искать на Урал. И тут-то и застал государя. Посвящен спектакль 350-летию со дня рождения Петра Первого и 300-летию Нижнего Тагила. Сложнее у меня спектакля не было точно, потому что на протяжении всего спектакля у меня Петрушка вверху, рука сильно устает. А в другой руке у меня другая кукла, например, там Чорт или Демидов и так далее. И вот надо пытаться держать вертикаль, чтобы кукла не вот так ходила, там еще как-то строго по вертикали. Вообще художник спектакля и изготовил всех кукол Александр Янович Ставиский. Это вот его, это вот все, что он сделал сам. Он нам привез готовых кукол с готовыми платьями. Не были готовы только монтюры. Монтюры это то, что у куклы под юбники, да, это перчатка. Она здесь. И мы их подгоняли сами под свою руку. То есть каждый брал монтюр, которым он будет работать. Сейчас покажу. Одевал ручку, которая отдельно. Завязывал ниточку так, чтобы рука была в натяжку. Ниточка. Подворачивается все. Надевается рукавчик. И все. Кукла готова. Также с шеей. Тот же самый механизм. Все подшивается на кукле. Вот кукла уже ровно по моей руке. Если кто-то другой будет брать куклу, он уже сделает ее под себя переделать. Еще одна обязательная традиционная деталь петрушки – специфичный голос. На протяжении всего спектакля у артиста во рту особенная металлическая пластинка – пищик. Каждый артист изготавливает его под себя. Научил, как сделать пищик, режиссер спектакля. Александр Стависки говорит, что детей, когда они слышат такой голос, невозможно остановить смеяться. Забавляет их и пластический рисунок спектакля. Бесконечные погони и поколачивания. Правда, не будет ли исконный петрушечный жанр для современных детей чересчур жестоким? Он может быть разный. Он может быть и для совсем взрослых. Он может быть даже для малышей. Вот сейчас, да, дело в том, что это зависит от аудитории. Потому что актеры должны подстраиваться. Сейчас, понятно, такой вариант первоначальный. И какая-то словесная канва была дана актерам. Но они должны научиться импровизировать очень легко. Раёшным стихом. Это так называемая устно-эритмизованная речь. Есть аналоги в современном мире. Тот же рэп. И они должны импровизировать. Это только улица даст. Только улица. Это опасно, это рискованно. Но это необходимо. А на улице петрушечный балаган окажется стопроцентно. А в следующем году юбилейным для Тагила спектакль «Пётр и Петрушка» будет, как и полагается, площадным. На то был расчёт, говорит директор театра Татьяна Ткачёва, когда заявлялись на губернаторский грант. Постановка была бы невозможна без гранта губернатора. И нам очень приятно, что такая возможность возникла в театре. Потому что мы, можно сказать, исторический жанр освоили благодаря поддержке областной. А вот останется ли на Тагильских площадях следующим летом «Петрушка» таким же, как и был в досоветской истории, высмеивающим, острым, реагирующим и ничего не боящимся? Или будет же детским и аккуратным? Увидим. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Вместе с заместителем директора по производству ООО «Водоканал НТ» Русланом Кондаковым обсудим проекты конструкции западных очистных сооружений. Поговорим об итогах этого года и планах на 2022 год. Не переключайтесь.